В этом видео мы с вами научимся настраивать внешний вид платформы Аврора. Примерно так она у вас будет выглядеть. Почему примерно? Потому что я некоторые настройки здесь уже вносил. Но в целом у вас будет главное окно, подсвеченное зеленым цветом на панели, и несколько дополнительных окон. Какие окна нам будут в первую очередь нужны? Во-первых, у вас на графиках, либо один график у вас откроется, будет скорее всего тикер SPY, то есть это индекс американского фондового рынка, и также в стакане заявок, вот в этом окне, тоже будет этот тикер. Сейчас в стакане заявок у меня пусто, поскольку сейчас торговая сессия закрыта, поэтому здесь нет никаких заявок. Когда откроется торговая сессия, здесь появятся заявки, примерно в такой таблице, как мы с вами рассматривали на наших занятиях. Итак, какие окна нам потребуются? Во-первых, нам потребуются, естественно, графики. Их можно открыть сразу два. Как вообще открывать, закрывать окна? В каждом окне вы можете просто нажать на крестик, закрыть график. И затем в главном окне есть вкладка «Окна». Если вы нажмете «График», то у вас откроется новое окно, где вы сможете ввести тикер, либо нажать на вот этот значок и выбрать. Сейчас выберем синий цвет. Я объясню, что это значит. Значит, здесь несколько окон можно залинковать. То есть в нескольких окнах у вас будет автоматически отображаться тот же самый тикер, если в одном из этих окон вы тикер измените. То есть смотрите, что происходит. Допустим, в этом окне мы меняем тикер, допустим, на NFU. Нажимаем Enter. И в окнах, где у нас стоит та же самая метка, у нас тоже поменялся тикер. Можно настраивать несколько групп таких окон. То есть когда вы открываете новое окно, выбираете, допустим, красную метку. И затем, открывая новое окно, настраивая его таким же образом, то есть выбирая красную метку, у вас эти окна также будут залинкованы. Сейчас покажу на примере. Ну, каждое из окон можно менять в размерах, делать так, как вам это удобно, либо разворачивать на весь экран. Если мы два раза кликнем по панели одного из окон, допустим, вот по этому графику, то он у нас развернется на весь экран. Если кликнем еще раз два раза, то она у нас свернется в первоначальный вид. Иногда бывает так, что вот эта вот верхняя панель недоступна, она скрывается вот этими вкладками. И чтобы развернуть окно, можно сначала поменять размер. Вот сейчас в данном случае видно, что здесь в самом верху вкладки. Иногда бывает так, что сама панель с надписью график, она недоступна, чтобы по ней кликнуть. Поэтому просто поменяйте размер окна и затем по панели график кликайте, и у вас он разворачивается во весь экран. Также если навести мышку для изменения размера на нижнюю часть, чтобы появилась вот такая стрелочка, либо на верхнюю часть, и кликнем также два раза, у нас окно развернется по вертикали в этой области. Если наведем снова мышку, чтобы появилась стрелочка, наверху или внизу, у нас окно свернется в первоначальный вид. Теперь по поводу вот этих меток, еще раз поясню, допустим, мы хотим открыть еще несколько графиков и стакан заявок по какой-то другой акции. Мы нажимаем окна, выбираем график, прописываем здесь тикер, допустим, MIT, нажимаем Enter. И у нас открывается график пока без метки, то есть здесь у нас серый цвет. Выбираем красную метку и график по акции MIT у нас залинкован красным цветом. Теперь, если мы хотим открыть по этой же акции еще один график, допустим, здесь мы поставим день, то есть дневной таймфрейм, и хотим открыть еще часовик. Что мы делаем? Мы идем снова в главное окно, которое подсвечено зеленым, нажимаем окна, график, и здесь мы можем сразу выбрать красную метку, и у нас откроется еще один график по компании MIT, в который мы уже сможем поставить какой-то другой таймфрейм, например, час. И если мы теперь в этом графике изменим тикер, сейчас я их покажу, два графика рядом, вот у нас один график MIT и второй график MIT, тоже с красным цветом. Если мы в одном из них изменим тикер, например, идем PLPM, нажмем Enter, то в соседнем графике также поменяется тикер, поскольку они у нас залинкованы вот этой красной меткой. Сейчас мы закроем эти окна и оставим на мониторе только те окна, которые нам будут нужны. Что нам будет нужно? Во-первых, дневной график акции, во-вторых, часовик мы можем поставить, потом мы можем менять этот таймфрейм, допустим, на 15-минутный, на 30-минутный. Также нам потребуется стакан заявок, который у нас уже открыт. Главное окно, оно у нас будет всегда, его можно будет сворачивать с помощью вот этой стрелки на панели, чтобы оно не занимало место. Окно котировки, оно в принципе нам никакой особой информации давать не будет, мы можем его закрыть. И внизу у нас здесь два окна, это заявки, то есть когда вы будете выставлять какие-то ордера, и они еще не будут исполнены, то есть, допустим, вы выставляете ордер, хотите по определенной цене купить акцию, и сюда вот эта заявка станет здесь отобразиться. Позже мы подробнее это разберем в уроке, в котором мы рассмотрим различные ордера и научимся их выставлять, открывать сделки. В этом окне, в окне позиции, у нас будут отображаться уже открытые сделки, то есть, когда наша сделка в рынке, когда вы уже купили или продали акции, здесь будет отображаться эта сделка и, соответственно, цена, по которой вы вошли, размер позиции, текущая прибыль, либо текущий убыток и так далее. Вся эта информация здесь будет отображаться. И еще одно окно, которое нам потребуется, кстати, вот эти окна внизу, они называются позиции, и вот это вот окно, в котором отображаются открытые сделки, окно, которое слева, вот здесь внизу, оно называется заявки и сделки. То есть, там будут отображаться заявки, которые мы подали. И нам еще потребуется окно «Все сделки». Это окно, в котором будут отображаться все сделки по данной конкретной акции, которые на рынке прошли. То есть, так называемая лента принтов, которую мы также с вами на занятиях уже рассматривали. Нажимаем «Окна», выбираем «Все сделки», и у нас открывается новое окно. Здесь мы можем сразу, опять же, поставить метку, чтобы у нас данное окно было связано с другими окнами, то есть с двумя графиками и со стаканом заявок. Здесь также сейчас в этом окне пусто, поскольку у нас рынок закрыт. И в следующем уроке, когда начнется торговая сессия, мы уже научимся работать со стаканом заявок, выставлять ордера и, соответственно, здесь, в окне все сделки. Также будут отображаться в сделке по данной акции, которые сейчас на рынке проходят. Вот, в общем-то, все окна, которые нам понадобятся. Главное окно, я напомню, что мы можем с вами сворачивать. И, допустим, окно «Все сделки» таким образом расширить, чтобы видеть за больший период статистику. То есть у нас здесь будут появляться новые сделки, старые будут уходить вниз. И мы их будем видеть до тех пор, пока они из этого окна, за пределы этого окна не скроются. В главном окне, если мы два раза по нему щелкнем, по вот этой зеленой панели, будет отображаться информация по вашему аккаунту. Ну, здесь, пока у нас демо-счет, особо ничего интересного мы с вами не найдем. Допустим, есть такая строка, как «Покупательная способность», о чем мы с вами говорили. То есть это та сумма, на которую вы можете приобрести акции. Допустим, если у вас счет 1000 долларов и торговое плечо 1 к 2, то ваша покупательская способность будет 2000 долларов. Если, к примеру, из этих 2000 долларов вы купили акции на 500 долларов, например, то использовано у вас будет в этой строке 500 и осталось 1500 долларов. Ну, на реальном счете, более подробно мы еще с вами позже это рассмотрим. Сворачиваем сейчас это окно и сейчас настроим внешний вид графиков. Два раза кликаем по панели график, чтобы он развернулся у нас во весь экран. И что мы здесь с вами сделаем? Во-первых, мы видим, что у нас свечи синего и красного цвета, а не зеленого и красного, как мы с вами привыкли. И мы можем это настроить вот здесь, нажимаем на стрелочку в верхней правой части этого окна, у нас появляется вот такое меню. Наводим на строку бары, то есть это то, что мы видим в верхней части графика, и здесь появляются значки. Первый значок видимости, если мы нажмем, то график этот не будет отображаться. Значок настроек и значок удалить, но удалять мы ничего не будем. Сейчас нажимаем значок настройки. Во-первых, здесь есть стиль графика, мы всегда будем использовать свечи. Если смейте на линейный, будет просто линия. Если поставите бары, будет выглядеть. Вот так график. Мы оставляем свечи. И здесь, в принципе, те же самые настройки, которые у нас были в терминале Syncrow Swim, когда мы его настраивали. Цвет растущей свечи. Мы здесь можем его поменять. Выбрать, допустим, какой-то вот такой зеленый. Либо потемнее. То есть там уже выбирайте на свой вкус. Выбираем обычный зеленый. Заливка растущей свечи. Можем выбрать тот же самый цвет, в принципе. У нас будут вот такие растущие свечи. Цвет падающей свечи. Можем выбрать красный. И заливку тоже смотрим на свое усмотрение. Можно сделать заливку прозрачной. Тогда у нас будут отображаться только границы свечей. Ну, к примеру, оставим пока так. Толщина линии, если мы изменим на 3, то вот эта внешняя обводка будет увеличиваться. Ставим 1, поскольку так лучше смотрится график. Ну и с этими настройками, думаю, не будет сложности разобраться. Чтобы их закрыть, нажимаем на вот этот значок над надписью «Бары». Далее, объемы. Также мы можем настроить нижнюю часть графика, где у нас отображаются объемы. Наводим на строку «Объемы», нажимаем «Настройки». И здесь у нас есть стиль, колонки, линейный, с областями и так далее. Мы оставляем колонки, то есть стандартное отображение. Выбираем цвет, который нам нужен. Можем оставить по умолчанию. Заливка. Также можем поменять. Можем сделать, к примеру, белую. Можем сделать прозрачную или любого другого цвета, который вам нравится. И также можно заменить толщину линии, то есть толщину внешней обводки. Нажимаем сюда. И можем скрыть вот это меню, нажав на стрелочку. И график у нас будет отображаться вот в таком виде. Здесь, на нижней панели, есть полоса прокрутки, где мы можем менять период, за который отображается график. Во-первых, если мы просто возьмем вот эту выделенную область. Давайте я сейчас сделаю график вот таким, чтобы хорошо была видна полоса прокрутки внизу. Если мы ее зажмем мышкой и будем двигать, у нас будет двигаться график. Если мы ее сдвинем вправо, то есть дальше, чем у нас есть график, то у нас появится справа пустое место. Кому-то бывает так удобнее работать, когда справа от графика есть пустое место. Также мы можем расширить эту область. Наведя вот сюда мышку, у нас появится стрелочка. Мы расширяем область. Соответственно, у нас уменьшаются свечи, но мы видим график за больший период времени. И также, если на самом графике мы будем вращать колесико мышки, он у нас будет увеличиваться, либо уменьшаться относительно той точки, где у вас в данный момент стоит курсор. То есть, если мы здесь будем увеличивать, то у нас на месте остается именно та свеча, на которую мы навели. И относительно нее график расширяется или сужается. Здесь мы можем поменять таймфрейм. Сейчас у нас выставлен дневной. Можете поставить тот, который нужен будет в данный момент работы. Теперь разберем еще возможности рисования на графике. Рисование линий, которые нам могут понадобиться. Для этого просто нажимаем на вот эту панель и выбираем вот этот значок, значок линии. Наведем мышку на любой ценовой уровень и кликнем. У нас появится вот такая полоса. Далее, если мы снова выберем обычный курсор, вот здесь на этой панели, и затем кликнем на эту линию, она у нас выделится. Вот здесь появляются такие прямоугольники с разных сторон этой линии. Это значит, что она в данный момент выделена, она активна. Мы можем, допустим, нажать кнопку Delete, и у нас эта линия исчезнет, когда мы нажимаем на клавиатуре Delete. То же самое с областями. Если мы выберем вот этот нижний значок, нажимаем мышку и выделяем какую-то область на графике. Далее, если мы хотим ее удалить, мы можем снова выбрать обычный курсор, она у нас становится выделенной. Если кликнем в другое место графика, то выделение исчезает. Снова наводим на эту фигуру, можем ее перемещать, как и линии, которые мы до этого рисовали. И можем нажать на клавиатуре Delete, и у нас эта область исчезнет. Также есть возможность рисовать стрелки. Выбираем стрелку, зажимаем мышку, и у нас появляется стрелка. Также ее пока удалим, и есть возможность рисовать еще линии произвольные, то есть не только горизонтальные, но и в любом направлении. Для этого выбираем вот этот значок, и в произвольном направлении, зажав мышку, рисуем эту линию. Также потом выбираем стандартный курсор, и можем удалить те линии, которые мы сейчас нарисовали. И у нас осталось еще два значка, которые мы не рассмотрели. Если мы нажмем на значок увеличения, вот на этот, то у нас при выделении какой-то области графика, мы зажимаем мышкой, проводим, например, вправо или влево, у нас появляется подсвеченная серая область, когда мы отпускаем мышку, у нас выделенная область разворачивается на все окно графика, то есть график увеличивается. И есть еще один значок «Рука», мы нажимаем на него, и можем перемещать график, зажав его мышкой. То есть кликаем мышкой, и введем вправо или влево, у нас перемещается таким образом график. Чтобы вернуть исходный масштаб, то есть уменьшить график, мы можем сделать это колесиком мышки, либо увеличив вот эту область в нижней части графика. Свернем теперь размеры окна, первоначальное состояние, как он у нас был. Второй график мы можем настроить точно таким же образом. Можем его развернуть, увеличить, выбрать какой-то другой таймфрейм, который нам нужен. И здесь с помощью вот этих настроек на верхней панели, если нажмем на стрелочку, у нас появляются настройки графика. Нажимаем на шестеренку, выбираем нужные нам цвета и настраиваем. После того, как вы сделали необходимые настройки, вы можете сохранить данные настройки. Но в целом это не обязательно, потому что при следующем запуске терминала он у вас откроется именно так, как был настроен последний раз. Но на тот случай, если вдруг вы что-то будете менять в терминале, потом захотите вернуть так, как было, можно создать файл с этими настройками. В главном окне терминала нажимаем вкладку «Вид» и выбираем строку «Сохранить расположение окон». Выбираем на своем компьютере папку, в которую мы хотим сохранить файл с настройками. Называете так, как вам удобно, чтобы было понятно. И нажимаете «Сохранить». После этого, если вы внесли какие-то изменения, меняли расположение окон, давайте мы сейчас закроем какие-то окна. Терминал, допустим, у вас выглядит таким образом. Вы можете вернуть те настройки, которые были. Для этого в главном окне нажимаем «Вид», «Импортировать расположение окон» и выбираем тот файл, который мы сохраняли. Нажимаем «Открыть». У нас перезапустится терминал, и нам снова нужно будет ввести пароль от нашего демо-счета и нажать «Войти». И терминал у нас откроется в том виде, как мы его настроили первоначально. То есть так, как мы сохранили наши настройки. Прошло несколько секунд, терминал у нас перезапустился, и, как видим, все окна стали на свои места и настроены таким образом, как мы это делали. Поскольку мы сейчас рассмотрели только самые базовые настройки, которые нам будут нужны, то есть как у нас изначально будет отображаться терминал, когда мы его открываем. Но есть еще некоторые тонкости, с которыми мы с вами будем знакомиться позже, и которые вы сможете, используя мануал, который предоставляет сам производитель данной платформы, вы можете некоторые вещи изучить, где эту информацию найти. Вы заходите, находите то письмо, которое вам пришло с доступом к демо-счету. И здесь у вас есть ссылка на обучающее видео. Здесь небольшое видео, по-моему, буквально 6 минут. Можете его посмотреть. Там обзор базовых настроек по данному терминалу. И также есть полное руководство по установке и настройке. Если мы на него кликнем, то у нас откроется вот такое руководство. Здесь в левом меню можете выбирать установка программ. Ну, программу мы с вами уже установили. И далее описание всех окон, всех меню, которые в терминале есть. Здесь все написано достаточно понятно. Если будут какие-то вопросы, то будем с вами их разбирать. И по ходу работы в терминале мы с некоторыми функциями еще будем знакомиться. Но для первоначальной настройки того, что мы сейчас с вами сделали, вполне достаточно. В следующем видео, когда будет работать рынок, когда начнется торговая сессия, мы с вами научимся работать с ордерами, со стаканом заявок. Научимся открывать сделки в данном терминале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова